Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Сегодня у нас зеленый денек, наконец-то. Давайте этому порадуемся, запустим конфетишечки и обсудим. Обсудим ситуацию на крипторынке, как всегда. И я подозреваю, что раз вы включили это видео, значит вы интересуетесь криптоконтентом. Поэтому не забываем ставить лайки, подписываться на наш канал, нажимать на колокольчик и на все дела. Поехали! Дно биткоина всегда выглядит ужасно, а вершина прекрасна. Вот почему вы меня ненавидите и всегда их пропускаете. Примерно так написал товарищ IncomeSharks в своем твиттере. Об этом и о многом другом, кстати, мы общаемся в нашей телеге, на которой тоже обязательно подпишитесь. Ссылка на нее в описании и сейчас у вас вот здесь моргает. Вот что. Давайте-ка рассмотрим это подробнее на графике. И действительно, что мы видим, вот здесь вот у нас было дно биткоина. Пускай даже локальное, но оно было и отработало. И как всегда, оно выглядит ужасно и здесь страшно покупать. Страшно всем за свои депозиты, особенно кто вошел чуть выше. И здесь ловит стоп лосса или ликвидацию, или там сам выходит из рынка, понимаете? Так же, как и вершина. Справедливо будет сказать, что вершина всегда выглядит, пускай и локальная, всегда выглядит тоже так, что оооо, прям эйфория, прекрасно выглядит. Все говорят, ну все, это To The Moon. И дальше мы видим вот такое движение. Поэтому психология на рынке это самая важная вещь, как ни крути. И психология в трейдинге, особенно если вы трейдите, понимаете? Если вы ходлер, то вам вообще все это до одного места. Вы держите в долгую, вон, посмотрите биток на недельном, на месячном таймфрейме. Это график с Binance, тут как бы еще истории-то толком нет. Binance же относительно молодая биржа, кто не знает, она появилась всего в 2018 году. Кто-то думает, что а, там биток во флете ходил ровно, ничего с ним не происходило. Это все неправильно. Вот история битка, ребят. Вот этот весь флэт, который вам даже не видно, вы думаете, что там ничего интересного не было. Это был, извините меня, очень крутой бычий рынок. А до этого вот этот весь флэт, это тоже был очень крутой бычий рынок. И так можно продолжать и продолжать. Поэтому, да, сейчас что-то похожее у нас на мини-медвежий рынок глобально происходит. Несмотря на то, что у нас повышающиеся пики и минимумы. И вы знаете, наверное, меня, я до последнего держусь бычьего сценария, когда все уже вокруг перевернулись в медведя. Ну, потому что для меня вот эти локальные коррекции, это не медвежий рынок все равно, ребята. Извините. В предыдущих медвежьих рынках у нас был явный даунтренд с понижающимися пиками. Даже здесь. И в позапредыдущем тоже так было. Вот. Соответственно, это был понижающийся пик и понижающийся минимумы. Обратите внимание. Это был явный медвежий тренд. Но здесь у нас, ребята, глобально повышающиеся пики и повышающиеся минимумы. И я неустанно это повторяю, потому что для меня вот этот флет накопления в год, я понимаю, что это гигантская медвежья ловушка. Я уверен, короче, что засаживают шортистов в ловушку. Поэтому я продолжаю лонговать. Кто не знает, я в 2017 году вот здесь вот, я был абсолютно не так настроен. Все, кто говорит, что гринни всегда топят за лонг. Вот здесь я топил за шорт, ребята. И вы можете это убедиться. Посмотреть на экране сейчас скрин моего поста декабря 2017 года, где я говорю, ребята, это будет очень сильно падать. Потому что, извините меня, честная цена биткоина в тот момент была в районе 1000 долларов. Ну, такая справедливая. То есть он весь год до этого торговался 800, 600 и так далее. И вдруг улетел на 20. Здесь же честная цена биткоина за этот год справедливая цена. Как бы даже окей, 30 это супер консервативно, потому что мы уже стоим на этом уровне больше года. Но в целом, если посмотреть на недельную сетку EMA Ribbon, то мы сейчас под ней, под честной ценой, которая находится сейчас в районе 40, а то и вот так вот, я бы сказал, 50 тысяч. Потому что вот она, справедливая цена, когда мы плавно растем. То есть смотрите, вот здесь 60 тысяч, это была перекупленная цена. Это была несправедливая цена. Тогда, когда мы были здесь, справедливая цена была вот в районе 20 тысяч. А сейчас она уже в районе 45 тысяч. Понимаете, как мы растем? Мы растем не свечками, мы растем мувингами. Мы растем более усредненно. Вот почему я говорю, нужно смотреть мувинги, вырубать нахрен свечки. Вот она, цена биткоина. И да, она на недельном таймфрейме вроде как сейчас собирается вниз, и это медвежий рынок, скажете вы. Но на двухнедельном таймфрейме, обратите внимание, мы просто находимся в консолидации. Поэтому да, можете называть это мини-медвежьим рынком, но для меня это макро-бычий, поэтому я придерживаюсь своей позиции. Итак, что еще хочется сказать? Глобально мы находимся в ситуации во флете. Локально похоже, что мы нашли дно, потому что опять же, как пишет товарищ, дно всегда выглядит ужасно. Было ужасно. Я признаюсь честно вам, у меня вчера была рука на пульсе вообще все продать. Вот видите сами у меня лонги, многие засосало в минус. Я те, которые были плюсовые, закрывал. Dash, BitDAO и перезашел в них снова. Вот поэтому да, они у меня сейчас немножечко красные. Торгую на Bybit и, кстати говоря, напоминаю вам, что на Bybit сейчас limited edition предложение можно застейкать вашу касту. Если вы храните проект каста и думаете ходить ее в долгосрок, что я рекомендую делать, то вот по этой ссылке вы можете пройти. Или если вы уже зарегистрированы на Bybit, просто нажать вот здесь вот Earn и Flexible Savings. Вот, и тут, собственно, есть стейк каста под 6,5% годовых, но можно максимум 2000 монет туда положить, к сожалению. Я лично свои уже положил, все, что можно было туда, 2000 каста, а вы имеете в виду, что можно сделать так же. Переводите для этого на свой Earn Account 2000 каста, ну или меньше там можно, и жмете кнопку застейкать. Кушать не просит, а монетка набежит. Потом, если у вас цели на нее бычьи, то там через 2-3 года, когда это будет уже там стоить она хотя бы несколько долларов, то это получится существенный прирост. Поэтому вот, смотрите, что еще по Bybit. Помните, опять же, в Телеге, в Телеге я вчера делал пост, когда все падало, и все, наверное, продавали в истерике. Я сделал пост, что BTC, судя по индикаторам с TRDR-IO, скоро отскочит, как мячик из-под воды. И вот, что я рисовал на этих индикаторах. Видите, здесь плотность покупателя, мы растем, плотность продавца, мы падаем. И давайте посмотрим, что сейчас произошло. Вот, что сейчас произошло. Смотрите, мы отскочили точно, как говорится, exactly as predicted. Но, тем не менее, смотрите-ка, стал появляться покупатель здесь у нас, лимитный, который ждет. И облако продавца появляется. Вопрос, сможем ли мы пробить на этот раз облако продавца? Как могли пробить облако покупателей вот здесь, например? Смотрите, видите, здесь мы спускались. Тоже был покупатель, но он не удержал цену, и мы пошли ниже. По такой же аналогии, сможем ли мы пробить этого продавца, вынести вперед ногами шартистов и закрепиться еще выше или нет? Я думаю, что сможем. Я думаю, что мы пойдем причем сильно выше. А напишите-ка в комментариях, что думаете вы. И, как говорится, есть только один способ узнать, чуть-чуть подождать и посмотреть. Поэтому делаем ваши ставки, господа. Если вам интересен этот индикатор, это сервис TRDR.io. Его нету на TradingView. Я думаю, что я скоро по нему вынужден сделать буду обзор. Это очень крутой сервис. Вот эти индикаторы, они называются Order Book Top Levels и Order Book Depth Overlay. Короче, ссылку на этот сервис вы найдете в описании видео в разделе Аналитика и графики. Вот она, TRDR.io. Регистрируйтесь по ней и заценивайте этот сервис. Вот. Там есть бесплатный вариант, но он будет опаздывать, по-моему, на 2 недели, этот индикатор. И есть платный вариант. Он не очень дорого стоит. Рекомендую оплатить. Есть бесплатная триальная версия, чтобы попробовать. Там на 2 недели, по-моему, вам дается бесплатный триал. Заводите. И потом рекомендую оплатить, потому что реально очень полезная штука. Здесь у меня идет агрегация. Это со всех спотовых бирж. Я сам настроил, с каких бирж. Вот они все. Стакан мне показывает и заявки на графиках. Как вы видите, отрабатывает достаточно неплохо. Вот. Так что переходите по ссылке в записании. Также CandleWave, платформа, которую пишут наши друзья из BlaBlaCrypto, тоже отсигналила нам на покупку. Смотрите-ка вот здесь. О чем мы писали в нашем чате. И с тех пор мы идем наверх. С тех пор мы идем наверх. Вот они все сильные уровни. Тоже, кстати, эта платформа занимается тем, что агрегацию берет со всех бирж. Вот у нас агрегация крупных ордеров со стакана. И, собственно, вот эта вот штука-бот, который сигналит нам на покупку или продажу. На четырехчасовике он сейчас все еще в покупке. На часовике, давайте посмотрим, тоже пока нет сигнала на продажу. На 30 минутке тоже нет сигнала на продажу. Короче, вполне здоровая коррекция. Думаю, что сейчас попрем дальше наверх. На эту платформу CandleWave, естественно, тоже найдете ссылочку в описании. Вот она, CandleWave. В том же самом разделе аналитика и графики, CandleWave, по нашей ссылке вы получите скидку 15% на первую покупку. Вот. Ну и, естественно, все остальные ссылки здесь на лучшие биржи, на которых сами торгуем, рабочие обменники, где вы можете спокойно совершать свои криптообмены, наш телеграм-канал и все остальное прочее. Вот. Итак, друзья мои. В сухом остатке. Локально картина у нас очень бычая, потому что вот это все выглядело агли, как говорит чувак. Выглядело очень страшно, и все здесь слабые руки продали. Теперь, чего мы ждем с вами? Мы ждем отскока наверх локального, хотя бы куда-нибудь на 61.8 по фибке. Это между 0.5 уровнем и 61.8. Это зона 43-44 500. Это вот консервативно, прям на краткосрочный трейд. А более глобально, скажем, среднесрочно. Не знаю, как вы, но я все еще жду отскоков зоны 0.5 61.8 вот в такой фибе предыдущего all-time high. То есть, это цели примерно 51-55 тысяч долларов, друзья. Я думаю, что мы вот туда сейчас прилетим по закону равновесия. Ликвиднем тут кучу шартистов, которые все это дело уже продали. Вот. Соответственно, это среднесрочно. А долгосрочно, ребят, ну, слушайте, я не верю ни в какие тройные вершины, о которых говорил Раф у нас на последнем стриме. Большое спасибо, конечно, ему за мнение. Но я думаю, что вот когда эта голова верблюда, про которого я говорил еще вам год назад, что у нас будет верблюжий рынок, я, конечно, ждал, что этот горбик будет поменьше. Тем не менее, это дело не меняет. Шея этого верблюда будет настолько высокая, я думаю, что все просто охренеют, друзья мои, потому что это биткоин. И биткоину, все, кто сейчас его хейтят, говорят, биткоин уже не тот, рынок уже тяжелый, кто будет пампить цену, откуда возьмут деньги, чтобы запампить биток на 100 тысяч. Ребят, биткоину 100 тысяч – это консервативная цель. Это нужно биткоину подняться всего-то оттуда, где мы сейчас, на 135%. Чуваки, биткоин это, в принципе, делает иногда за 2-3 дневные свечки. За 2 недельные так вообще как пить дать, как будьте здрасте. Как два пальца, как говорится, об асфальт. Поэтому, вон, посмотрите еще раз, я вам говорю, где биткоин был. Биткоин был, и по 10 тысяч так же говорили, что он никогда не будет 20, понимаете, снова. И по 1000 никто его не ждал, когда он стоил 200 баксов. Это все мы проходили, друзья. Поэтому не надо лялякать и говорить такие вещи. Биткоин будет, и 100 тысяч долларов, и миллион долларов он будет. Это все вопрос времени и горизонтов. Даже не переживайте, я вам серьезно говорю. Рассчитывайте риски, забирайте плавно прибыль. Пару слов про золото хочу сказать. Золото очень сильно слили, но я не думаю, что еще сильнее оно упадет. Может быть, конечно, проколет вот это вот локальное дно, которое уже тут у нас сколько, трижды сейчас отрабатывает, тестируется. Может быть, будет ложный пробой. И если так, то я бы там на всю котлету заходил на вашем месте. Конечно же, дисклеймер, потому что это золото, это вам не фуфло какое-то. Вот, так что я держу свой лонг по золоту и на Femix, и на PrimeXBT продолжаю держать. Золото и серебро будут добирать. Как говорится, аккуратненько все это делать. Все ссылки на эти биржи вы найдете в описании. А, ну и по битку вот тоже хороший твит от товарища Крипто Валерио, который отметил на графике все бычьи дивергенции зеленым. Посмотрите, как они отрабатывали наверх. И сейчас у нас снова бычья дивергенция, так что, друзья, тут только слепой, походу, не видит, что мы идем наверх. Поэтому всем профитролей, хорошего дня, настроения, с вами был Грин, это канал Крипто Комманс. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, добавляйтесь к нам в телегу, ставьте дашь по самые помидоры и не только. И скоро увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok